Телеканал «Дождь» представляет Капиталисты на дожде Сегодня у нас премьера, премьера нашей программы В гостях у нас сегодня генеральный управляющий группы компании «Фудсервис Капитал» Михаил Зельман Миша, добрый вечер Марина, добрый вечер Миша, пока мы готовились к нашей встрече, мы решили, что нам обязательно нужно посмотреть все, как изнутри у тебя устроено И мы поехали провожать Сапсан И мы поехали в один из твоих ресторанов Напомню, что Михаил известен, прежде всего, как ресторатор и как владелец ресторанов «Гудман», ресторанов «Филимоновая Янкель», «Колбасов», «Мамина паста» У него есть несколько новых проектов, да, Миша? Это компания «Супенго», которая занимается... Супами Супами, которая занимается супами Клейнбургские колбаски И еще вы будете работать и выпускать гамбургеры под брендом, мировым брендом «Вэндис» Все правильно? Абсолютно Ну вот, давай посмотрим тот ролик, который у нас получился Ролик, фильм, который мы сняли Хотелось показать изнутри, как это устроено И посмотрим, что ты скажешь, какие у тебя будут на этот счет мысли Ну, изнанка всегда притеречиво Капиталисты на дожде Сейчас мы зайдем в один из первых сетевых ресторанов Михаила Зелина В ресторан «Гудман» Здрасте Здрасте Приветствую вас, Гудман Марина Малыхина, здрасте Очень приятно Ну что, посмотрим, как у вас тут дела обстоят Что у вас тут есть? Пожалуйста А где вас можно раздеться? Да, можете оставить свою сне одежду Давайте я помажу А, вот это Михаил Зелин, мне кажется, вот это господин нам известен Да, 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 абсолютно, наверное, основатель сетистых хазов Гудман Это наше вино, которое делают в Чили специально для нас Итого, 925 рублей за бутылку А сколько оно в производстве в таком принципе? Конечно, в Катайна Ну, хоть сориентироваться Ну, мы на этом вине делаем минимальную наценку Поэтому мы, как бы, как дополнительная опция наших хвостей То есть процентов 50 дорабатываете? Да Ну, это минимальная наценка у нас по-воскутскому сторонам, да Спору нет А давайте пойдем посмотрим, может быть, кухню? Да, пойдем к у нас там Здесь главное для, чтобы никто ничего не хватало Здесь вот так все с руками сделано Это то, как должно все выглядеть А если это не совпадает? Если это не совпадает, официант не забирает это с раздачи И завез с ушеха для того, чтобы устранили А что это у вас здесь? Здесь у нас посудо-моечное отделение А здесь, по-моему, посуда Девушка, а бьется-то много? Да нет Немного бьется? Да нет А штрафуют, если бьете? Нет Не штрафуют? А я не плачу А вот тут говорят, а так же Подождите, подождите Что-то штрафуют? Нет Просто у нас за забой посуды иногда берут за платы Берут все-таки, ну и правильно Не каждый месяц там А что это у вас там такое на трубе? А это что-то совсем А что это? Можно посмотреть? Просто очень интересно Нет, 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 нет Это официанты оставили Какие-то, смотрите Видимо, записки какие-то Ага, это официанты Это, судя по всему, какие-то свечки от бывшего тортика Здрасте Анвар Который, соответственно, руководит двумя кухнями Нашим славным задением И Кузнан, и Телемоново, и Ангельда А что самое неприятное в вашей работе? Самое неприятное? Наверное, когда слышишь негативный отзыв в зала Вот это самый неприятный момент А вы выходите в зал вообще? Да, конечно, да Когда жалуются? Ну и когда жалуются, когда благодарят Обратите внимание, сейчас температура там 330 градусов Апсессия У нас афродукт не погорит, нет? Нет Ого А что это за лестница в небо у вас? Да у нас там курятник Кондитеры давайте, кондитерские все Пряталась, пряталась Нет, не выйдет Одна по два ресторана тоже работает Плюс она же делает еще свежевые штыки Вот так, автоматически А это общественная нагрузка? Да, да, это типа общественная, правильно Такое поручение Спасибо огромное Мне кажется, мы все поняли Ну вот, мы побывали в главном детище Михаила ресторане Гудмана Сейчас я попробую сметь нас с Апсан Здравствуйте Павел Очень приятно Здесь мы разогреваем питание Какой? Какой завод? ЕСП сервис Так ЕСП Расскажите Вот, то есть А что за завод? Завод, который в Питере, то есть новый Ага, а что он делает? Он приятно Производит питание Ну а если вот сегодня не съели, а завтра-то вот тоже продавать, это будут или нет? Нет, 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 нет А куда это девается? Мне всегда интересно, куда? Утилизизация? В списании мне понятна фраза Утилизация тоже понятна А вот фактически для простых людей это что значит? Это выкидывается? Ну да, ну да, ну там практически расчеты такие точные, что потери минимальные Или персоналу отдаются? Персоналу тоже, конечно Чего здесь есть, давайте посмотрим Это ж синий, как в самолетах рыбе Да, 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 стикер Слушайте, а вот воровать у вас здесь можно? Я думаю нет Ну вот смотрите, стоит у вас какой-то там газированный напиток Ну принес с собой штук 10 еще, продаешь к себе Теоретически да, может быть Я даже вам скажу, чем могут такие вот нерадивые сотрудники заняться Сигареты? Сигареты? А слушайте, а курить же в поезде там, как-то ни разу можно Выбежал, и то, по-моему, там судорожно, чтобы с платформы не сняли Электронные сигареты А, электронные сигареты? Так, есть ли здесь какой-то повар у вас, кроме офицеров? Повар, да, конечно Есть такая обязанность Я с ним, есть, которая отвечает как раз за печки За разогрев и за сервировку? За разогрев, да Вот как раз вы сейчас можете посмотреть Мы сейчас ставим 15 минут до отправления Так Включаем печки У вас дома топор сахар? Нет С одних водительской? Нет, я топор не знаю Я вообще, в очередной минуту 3-5 раз Ну просто, я всегда знаю, что вот если наверняка к большинству сотрудников Там, в моей компании прийти домой У них будут ручки, канцелярия, бумага А4 для детишек Ну мы хотя бы спокойно к этому относимся Но в большинстве случаев так и происходит Поэтому, кто с чем работает, то у того дома и есть Поэтому мне кажется, что вот эти все вот единичные штуки для них очень удобно, нет? Нет, ну в последнее время вообще как-то вот Так все тут надоест, да? Знаете, стало даже как-то... Чем больше сэкономим, тем лучше будет То есть как-то наконец-то в вашей заплате может стоять? Да У меня последний вопрос Вы знаете, мы это все готовим для того, чтобы пообщаться с одним из ваших больших-больших-больших начальников С Михаилом Дельманом Да И по этой причине у меня есть к вам быстрый, краткий вопрос Вы бы что-нибудь хотели ему сказать? Мы расскажем вам об этом в Питере Ну так же, мне прям расплох Быстро то есть, я даже, да? Практически мы уехали в Санкт-Петербург, садитесь, возможно вернуться Спасибо, спасибо Пожалуйста Приходите еще Капиталисты на дожде Миш, вот посмотрели кино, твое мнение? Ну прежде всего, ты была неотразима Вопросы каверзные Но все правда Этими вопросами ты поставила, конечно, в тупик, особенно, что передать мне Думаю, что желание было единственное повышение зарплаты Все-таки есть, но поскромничали просто Думаю, да, поскромничали Атмосферу передали? Это то, что ты каждый день видишь? Или это все-таки было что-то такое наигранное и для нас, для того, чтобы мы вот как-то сняли покрасиво? Вопросы обычно я такие не задаю С этой паранойи я справился уже много лет назад С паранойи правородства, видимо? Да, с паранойи правородства Ну давайте, чтобы вот наш разговор больше этого не касался Правородство в ресторанном бизнесе, как ты с этим справился? Или не справился? Ну, я думаю, что справился, хочу надеяться Но, скорее всего, не справился Хочу надеяться, что справился, но, скорее всего, не справился По сути? По сути, очень просто Прежде всего нужно сделать так, чтобы у ребят загорелись глаза. Чтобы они были замотивированы не воровать, а работать и зарабатывать. Что в нашей стране практически невозможно сделать. Но мне кажется, мы смогли преуспеть в этом. Поэтому, наверное, мы с воровством не справились на 100%. Но то, что мы его сминимизировали, это точно. Так, давай тогда технически мне объясняй. Значит, понятно, что у них есть какой-то фикс, да? Да. Но прежде всего мотивация человека деньгами – это максимум 30%. То есть фикс – это плюс 30% от рынка? Нет. 30%? Мотивация человек мотивируется деньгами только на 30%. Остальное ему очень важно – ощущать результаты своего труда, статус, чтобы его похвалили, чтобы он видел, что он делает. То есть 30% от… 30%? А 70%? А 70% похвалить вовремя, дать возможность проявить себя… То есть материальное, нематериальное? Нематериальное. Так. Так. Соответственно, фикс у вас, ну сколько в среднем, в среднем по вашей институции? У кого? У официантов? Ну, например… Минимальная зарплата. Ну, все-таки фикс какой-то получает? Фикс получает. Ну, предположим, сколько? 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей. Ну, чтобы просто всем понятно было. Мы же в рестораны ходим, мы же все смотрим, мы же хотим понимать, как они живут. Остальное – чай, чаевые. 6 тысяч рублей. Если говорить об официантах. Плюс чай. Ну, это все вот эти 30%. А дальше нематериальное. Вот расскажи, что сюда входит. Нематериальное? Ну, вот вы видели Анвара. Молодой парень. Угу. 20… Это повар, я напомню, да? Который нам показывал. Да, который показывал. 26 лет, уже шеф-повар, руководит кухней. Значит, как-то он смог себя проявить, смог выслужиться от рядового повара, он к нам пришел помощником повара, до шеф-повара за 7 лет. А это потому, что ты сам молодой предприниматель, и ты чувствуешь, что молодые ребята за ними будущее? Или это просто философия, которую ты избрал? Ну, официанты в Гудман пришли 40-50-летние мужики, которые работали в советской индустрии питания. Ты мог зазеваться и очнуться у них дома. Если у тебя дома ручки и карандаши, то они, конечно, профессионалы. Сто способов, как украсили в ресторане, они могли бы тебе рассказать буквально за 5-7 минут. Ты их брал на работу? Да. И оставлял или потом как-то заменял их более молодыми? Нет, они вот сейчас работают, до сих пор у нас текучесть кадров или стабильность кадров очень высокая. Мы, максимум, потеряли несколько человек. Ты известен как супер HR-специалист в области ресторанного бизнеса, это просто легенды ходят. Но я хочу это все разложить на какие-то запчасти, хоть понять, что делать. Потому что 6 тысяч рублей фикс, плюс чай, плюс какие-то вот эти вот блага. Возможность роста, да? Возможность роста. Как в случае с вашим шефом, да? 26 лет, уже такая карьера. А вот с теми вашими коллегами, которые из прошлого века пришли к вам? В основном к нам пришли из прошлого века. Как же их перевоспитать? Потому что это были великолепные профессионалы. Ну, как и в нашей стране. Вот почему у нас коррупция, взятки? Многие ищут ответы на этот вопрос. А ответ очень простой. Человек, когда он получает деньги, он видит результаты своего труда. А когда он пытается, когда он уставит, он говорит, давай регулируй движение здесь, чтобы не было пробок. Он выходит, начинает регулировать, кто-то выезжает, удостоверение показывает, здесь не перекрыли. И в конечном итоге он не видит результаты своего труда. А когда он берет деньги, он видит результаты своего труда. Здесь в нашем бизнесе, можно сказать, очень похожая ситуация. Важно построить такую прозрачную систему, при которой человек может четко увидеть свой вклад. Может быть, я говорю, ну, как-то запутанно, да. Но если конкретики... Распутать нам конкретики. Да, распутать. Ну, прежде всего, это программа, которую мы сделали по защите от беспредела. Так. Нашей компании. Программа по защите. Интересно, так. Когда я пришел в ресторанный бизнес, наследие ресторана хозяев было такова, что утром человека могли уволить, потому что плохое настроение у владельца или управляющего. Могли получить втык, потому что кто-то что-то сказал, что он вовремя принес или не принес. И у человека, в конечном итоге, опускались руки. Мы встретились с ребятами, обсудили, поговорили с ними искренне, откровенно, как небанально это звучит. Сначала, конечно, они подумали, ну, это, наверное, нас разводит. Через обрывание мозгов. Да, очередное обрывание мозгов. Но потом, когда мы сделали программу, когда есть лист обратной связи. Эта программа что это? Это софт или это просто понимание людей, что их может уволить только непосредственный начальник, что субординация важна? Абсолютно правильно. Когда я прихожу в ресторан и вижу, что что-то идет не так, у меня внутри все закипает, но я только улыбаюсь, пожимаю руку. А потом уже непосредственно человеку, который мне подчиняется, а это операционный директор, даже не управляющий ресторан и не управляющий сети, я ему уже стараюсь. На следующий день я уже мягче намного, уже не такой национальный, спокойно объясняю, как, как это, что это, почему это. Мы это разбираем. Прозрачные схемы, понимание, кто где сколько зарабатывает, какая возможность карьерного роста, четко прописанные обязанности. Да. То есть вы вот для молодых предпринимателей, не ленитесь все прописать, не ленитесь говорить с людьми, что еще? Ну этого достаточно. Достаточно быть вот искренним и последовательным. И последовательным, ключевое слово. Сколько закладываешь, ну, усушку, утруску? Все-таки. И решить его на воровцовом? Все-таки. Это 3%, это 2%, это в рамках погрешности, или все-таки какой-то есть у вас, ну, ваша, не знаю, управленческая отчетность, и какой-то там процент? Ну, в управленческой отчетности нет, конечно. Ну, при планировании я имею в виду. Я думаю, что это доля, хочу надеяться, что это доля процента. Доля процента, то есть это даже не 1%? Ну, я думаю, что если скажу 1%, то, наверное... Электронные сигареты? Да, тоже может быть. Электронные сигареты, кстати, да, действительно 1%, скорее всего. 1% электронные сигареты. Все, с воровством разобрались. Да, если пытаться это лапидарно суммировать, что у нас получается? Прозрачная система? Что еще? Искренность, последовательность. Искренность, последовательность. Правильная мотивация. Фикс больше рынка платить нужно. Ну, в зависимости от того, что больше платить, лучше работать не будут, это точно. Вот твой управляющий в этом основном Гудбане говорит, что, в принципе, платит больше рынка. Выше рынка чуть-чуть. У нас? Да. Ну, я думаю, что... Или он желаемое задействует. Он желаемое задействует. Он передавал видеописьмо. Да. Хорошо, покончили с воровством, приблизительно понятно. У нас вот этот большой чарт, давай вот эту штуку оторвем с тобой. Для того, чтобы понимать всю бизнес-механику, очень хотелось бы, чтобы мы с тобой нарисовали, вернее, ты нарисовал, а я бы тебя поспрашивала, как же все-таки у тебя все это устроено? Потому что проектов-то у тебя много, да? У тебя все-таки вот эта история с Апсаном, которую мы пока еще не коснулись, действительно детально хотелось бы про нее разведать. Вот когда ты представляешь в своей голове, ну, свое вот это вот все поле, на котором ты работаешь, как оно у тебя выглядит? Ну, на сегодняшний момент переходный период в нашей компании. Если мы возьмем вот компанию Арпиком, то это ресторанная компания, которая управляет сетями. Гудман Лимонова И Янкель Мамина паста К концу чувствую все хуже и хуже буду рисовать. Ну, пока потрясающе. И колбаса Это Арпиком. Отдельная абсолютно компания, ресторанная со своим... Вот это отдельные бизнесы? Со своей экспертизой, со своим... Нет. Здесь есть элементы матричной структуры. Мы начинали с матричной структуры, а потом перешли на дивизионную. Но все равно элементы матричной структуры пока присутствуют, потому что Арпиком, как живой организм, находится в переходной стадии. Это просто разные юрлицы? Практически на сегодняшний момент каждый ресторан, практически каждый ресторан, это отдельное юридическое лицо. Это ООО или что это? ООО. В основном ООО. С НДСом, со всеми прочими натягущениями? Да. Налоговыми... Бременем остальным, да? И дальше, соответственно, под каждой концепцией тоже различные юрлицы, да? Да. Каждая концепция состоит из нескольких юридических лиц. Попробуй вот этот фломастер, может быть, у нас лучше получится рисовать им. Из нескольких юридических лиц. Действительно лучше. Ага. Ну, как ты правильно сказал, мы влезли в бизнес с РЖД. С РЖД у нас не только Сапсана, но мы построили завод, который производит еду. Это такое, ну, достаточно мощное, большое производство, 17 тысяч квадратных метров. Это вот эта компания ЕСП, да? Да, производящая порядка, ну, 20 тысяч... То есть здесь завод, да? Да, 20 тысяч рационов. Мы занимаемся сервисом в скоростных поездах. Это компания ЕСП-сервис, где совершенно другая экспертиза. Она очень похожая, но, тем не менее, есть своя специфика. Кеттеринга на транспорте, производство еды. Все-таки разница, ну, существенная. Одно дело, мы вкусно приготовили дома. Это да. Один салат, ну, максимум два. А в ресторане мы готовим сотни в день. Поэтому немножко технология приготовления другая. А здесь мы в день 20 тысяч порций готовим. Это совершенно другая наука вообще. Вот это вот и вот это вот, да? Совершенно, да. Два разных мира. Да. Скажи, это твое, вот это твой бизнес? Ты здесь владелец, хозяин? Ну, здесь у меня есть, безусловно, партнер. Есть партнер. И здесь тоже есть партнер. Да. Но здесь я управляющий партнер. А, ты здесь управляющий партнер. Ага, так. А здесь я один из акционеров. Ну, скажи мне, мне кажется, что ты, когда рестораны бизнеса начинал, ты, в принципе, был единственным владельцем. То есть, когда стартап был только? Или ты сразу начал с партнерами? Когда стартап, я начинал сразу с партнерами, но потом партнеры у меня менялись. Причем был период, когда я оставался один владелец, потом я уступал долю. Но в каждом ресторане владельцы одни и те же. То есть, у нас нет партнеров непосредственно в ресторанах. Расскажи мне немножко про это немножко. Потому что ведь каждый управленец, вернее, каждый создатель бизнеса, кто-то начинает самостоятельно, да, потом привлекает финансирование, потому что ему не хватает оборотных средств, еще чего-то. Да, кто-то просто не может работать без партнеров. Есть, наоборот, те, кто не могут с партнерами работать, им неудобно, не комфортно. У меня в бизнес-проектах в одном я являюсь 15 лет единственным учредителем и единственным владельцем. В другом моем бизнес-проекте я работаю с партнерами и счастлива по этому поводу. Вот твой опыт, когда ты оставался один, и когда ты работал с партнерами и привлекал новых партнеров, это было привлечение, потому что тебе нужны были деньги, потому что тебе нужен был какой-то управленческий опыт. Вот про эту часть можем поговорить? Конечно. Ну, везде есть свои сильные и слабые стороны. Конечно, когда ты работаешь один, тебе не надо ни с кем согласовывать твои решения, заниматься корпоративной работой, но, с другой стороны, больше вероятности совершить ошибку. Когда есть возможность с кем-то посоветоваться или выстроена корпоративная система управления, советы директоров, комитеты, то, конечно, вариантов на ошибку тоже остается достаточно, но они все-таки нивелируются. Тебе что ближе? Ну, все зависит, конечно, от партнеров. У меня, слава богу, очень комфортные партнеры. Мы всегда находим общий язык, всегда решаем стоящие перед нами задачи. В твоем случае ты привлекал деньги или ты привлекал управленческий опыт, команду? Я привлекал деньги. Деньги. Да. То есть ответственность за текущее все лежит на тебе? Да. То есть, если что, у тебя есть некий виртуальный начальник в виде твоих партнеров, да, как ответственность моральная, которые могут тебя спросить за твой участок работы, сказать, Михаил, что ж ты вот... Ну, они периодически так и делают. Так и делают. Спрашивают. Это тонус? Конечно, это тонус. Я считаю, что очень полезно для общего дела. Скажи, вот часть вот этой истории с Апсаном, вообще, для меня, я весь человек очень такого понятного, реального сектора, это все звучит как сказка. Потому что мне кажется, что если умеешь работать с государством, в общем-то, не важно, что ты ему продаешь. Вот твой опыт работы с государством, это ведь, получается, что ты работаешь на госкорпорацию. Да, ну, в нашем случае мы ни рельса, ни ничего продать не получается. И не можем, и не получается. Безусловно, конечно, есть своя специфика, и для того, чтобы встроиться в работу, в корпоративную культуру наших партнеров, разобраться в этом, ушел не один день, не один пузырек кроволола, но, тем не менее, это со всеми можно работать, находить общий язык, достигать результата. Скажи, а как вообще это чудо получилось-то? Ну, я так... Работа, такой огромный контракт, такие, в общем, сложные задачи. Когда я пришел заняться бизнесом с РЖД, я был в полной уверен, что я сейчас приду и научу этих неуклюжих ребят, как правильно готовить, зарабатывать деньги и эффективно управлять. Через полгода на одном из совещаний я плюнул, ну, в буквальном смысле, это условно, листок бумажки, меня начало трясти, и я сказал, я чувствую себя тигром, который плывет в море, или акулы... То есть они ничего не слышали из того, что ты говорил? Нет, это я сказал вслух, или акулы, которые на побережье. Мы оба очень успешные хищники, но вы в своей корпоративной государственной структуре, а я в бизнесе, в рыночной экономике. Поэтому я чувствую себя, как, ну, я сказал, как акула, которая на побережье бьется, а вы, львы и тигры, сидите, смотрите, когда я выбью сил, чтобы меня разорвать. Поэтому я выучусь все правила, научусь с вами делать бизнес, и еще мы посмотрим, кто кого переиграет. Кроме тебя и твоей компании, были какие-то еще претенденты на столь важные занятия для РЖД? Для РЖД? Ну, наверняка они есть, это конкурентный бизнес здесь, мы же... А это был тендер какой-то? Как вообще вы это все получили? Поняла, что сложно переговаривались, что встреча коммерческого и государственного бизнесов это всегда непростая история. Куда стучаться-то, вот куда нужно приходить, чтобы с тобой поконкурировать? Это какой-то специальный отдел, или как вообще устроиться-то? Как устраивается этот бизнес? Ну, прежде всего, нужно быть готовым инвестировать деньги. Если есть желание инвестировать, и вы обладаете достаточной экспертизой в том направлении, в котором вы хотите участвовать, если вы умеете готовить, у вас есть опыт, то, поверьте, оказать нам, поверьте, оказать конкуренцию не составляет никакой. То есть для простоты не было никаких специальных условий, так сказать, как у нас это говорят, неких виртуальных налогов за то, чтобы получить такой проект? Нет. Я могу сказать, что мы проинвестировали большое количество денег, и достаточно... просто те условия, на которых мы входили... Себе дороже. Себе дороже. КАПИТАЛИСТЫ НА ДОЖДЕ Вы смотрите программу КАПИТАЛИСТЫ НА ДОЖДЕ. Я Марина Малыхина, а у меня в гостях Михаил Зельман. Продолжаем разговоры о ресторанном бизнесе, о бизнесе с РЖД и не только. Миш, ну вот продолжая тему РЖД, у нас был один случай в нашем спортивном бизнесе. Давно с моими коллегами размышляли, что вот в спортивное оборудование, как было бы здорово прицепить к поездам дальнего следования в вагон, в котором можно было бы поставить беговые дорожки, свободные веса, ну чтобы люди могли в течение 7 дней, или сколько они там едут, хотя бы физически как-то какую-то нагрузку получить. Как ты думаешь, такая штука была бы перспективна, если бы вот с РЖД поговорить? Я уверен, что было бы перспективно. Надо единственное пользоваться не административным, а демонстративным ресурсом. А что значит демонстративный ресурс? Надо сделать вагон, вложить деньги, переоборудовать его, взять руководство РЖД, привезти, показать. Я думаю, что после этого лучше всего договориться, чтобы прицепили к вагону, к поезду, которым пользуется руководство РЖД. Например, к Сапсану, сделать скоростной поезд, со скоростными тренажерами. Знаешь, единственная проблема была, когда мы обсуждали, с кем-то из рядовых сотрудников РЖД, они сказали, что, вы понимаете, все здорово, но наши люди в поездах не спортом занимаются. Они больше как раз по вашей части. Они тебе расскажут 10 причин, почему это нельзя сделать. То есть, если ты хочешь понять, почему это нельзя, тебе сразу в государственную любую корпорацию объяснят, почему это невозможно. Нет, они говорят, почему нельзя заработать, потому что люди не будут платить 100 рублей за то, что в вашем зале позаниматься, они будут лучше вот теперь уже к вам ходить, чтобы что-нибудь приятное вкусить, выпить и так далее. Поэтому здесь уже насколько спрос. Но это отдельная история, но ты считаешь, что все реально. Конечно, пока тренажерный зал конкурирует с рестораном, не может, что на суше, на море, в поезде. Конкуренция, думаю. Скажи мне, а какой здесь заработок? Ну вот вы вложили, я так понимаю, что фраза себе дороже, она, я так понимаю, что оправдана. Да. Потратили вы сколько уже здесь денег, вот чтобы вся эта штука заработала? Есть еще вопросы? А то я сейчас расстроюсь очень. Это сотни, это миллионы? Ну это все десятки миллионов долларов. Десятки миллионов. И твое ожидание, это срок окупаемости, это десятилетний, пятилетний, двухлетний? Какой у тебя горизонт? Что касается завода, это до 7 лет окупаемости. Если мы говорим о сервисном услуге, то здесь, конечно, инвестиции поменьше, но за счет того, что нам ставят жесткие условия по ценообразованию, здесь срок окупаемости не менее пяти лет. Минимум пять лет. Мы постараемся в пять лет вложиться. А вам говорят, что в лед должно стоить 100 рублей, или в чем ограничение? Ну, существует стандарт сервиса, техническое задание, мы отчитываемся. А, то, что они готовы закупать, да? Да. А, это по поставке именно для бизнес-класса, для эконом-класса, вот эти обязательные пакеты? Да. Мы производим горячее питание для сапсанов. Что касается вот этих ланчбоксов, то наш завод как раз предназначен для того, чтобы заменить вот это вот стремное питание, если его можно назвать питанием, нормально цивилизованным. Ну и в принципе то, что мы подготовили стюардов, обучили, сделали очень интересную программу обучения, учитывающую наши дороги железные, что там трясет, и ребята проходят специальные там тренажеры, вестигулярный аппарат хорошо работал. Мы рассчитываем на то, что дальше этот опыт будет нами воплощен в обычных поездах, скоростных, но не высокоскоростных, а обычных, вот, да. А тогда, видимо, как-то сроки будут уменьшаться. А чего это зависит? Дадут ли вам больше контрактов от РЖД или как? Ну, прежде всего, наша готовность. Сегодня мы готовы уже к тому, чтобы выйти на обслуживание в обычные, скоростные поезда, так называемые поезда дальнего следования. И потихонечку будем, поезд за поездом будем отрабатывать все технологии. Ну, это же ведь так далеко все, вот, действительно, от такого красивого ресторанного бизнеса, от того замечательного стейка, который ты можешь сам пожарить. Вот насколько эта диверсификация, она тебе лично интересна и тебя мотивирует? Понятно, что есть финансовые аспекты, а в каждодневной работе? Ну, здесь, если я хотел бы быть ресторатором, правильным ресторатором, то это один, максимум два ресторана, а вообще один ресторан. Вот в Европе у меня есть несколько моих товарищей, у которых хороший вкусный ресторан, на котором я прихожу, покушать, пообщаться с ними. Я говорю, ну, у вас так хорошо идут дела, почему вы не откроете второй ресторан? Он говорит, а зачем? Зачем? Наверное, все-таки это амбиция, в моем случае, и, наверное, местами, может быть, даже и нездоровая амбиция. Но при этом я все-таки себя чувствую, ощущаю, как менеджер ресторанного бизнеса, индустрии фуд-сервиса. А индустрия фуд-сервиса включает в себя в том числе и железнодорожный кеттрианг, и фастфуд, где мои компетенции ресторатора сведены к минимуму, а больше отдано стандартам. Понимаешь, такая притча была по поводу того, как бизнесмен приезжает на морской курорт и видит там местного аборигена, который лежит, значит, ножки в воде, и пьет коктейль. Рядом со своей какой-то разбитой рыбацкой лодкой. И она говорит, слушай, а что ж ты? Ну вот взял бы лодку, тут поблатал, смог бы выходить в море, денежку подзаработал бы. Ну а дальше что? Ну как, ну, две лодки, три лодки, бригаду бы нанял. Ну а дальше что? Ну, потом бы создал большую корпорацию лодочную, флотилию, все это продал и смог бы замечательно жить, в общем-то, ничего не делать, лежать на пляже, пить коктейли. Так я же и так уже все это делаю, ответил ему этот абориген. Зачем? Вот зачем? Это я подвожу как раз к этому вопросу. Вот зачем? Для тебя что это? Это возможность самореализоваться? Это желание заработать? Вот твоя внутренняя, вот личная мотивация? Ну, как я уже сказал... Или просто остановиться уже не можешь? Нет, это самореализация. Очень хочется попробовать. Видишь, ездишь по миру, общаешься с людьми, смотришь. И самое главное, это попадает в твою компетенцию. Мы же, я уже, как говорил, не пытаемся строить заводы по производству шпала или дисков, потому что это выгодно. А это мои компетенции, это то, чему я посвятил всю свою жизнь. Ну, это больше, 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 больше. Вот, да, укропняешься. Вот задача, вот стать самым могущественным джинном в своей области? Нет, ну, таких вообще... Ну, вот как это внутри себя ты, вот, когда один сидишь, ты думаешь, господи, так, ну, вот это я хочу сделать, вот это, вот это. Как ты это определяешь? Ну, у бизнеса есть разные этапы. Первый этап был, когда я сам был на кухне, у нас было буквально там 60 человек, было два ресторана. Кстати, Марин, ты помнишь, первый человек, которому я приезжал, советовался, что строить, как лучше развивать бизнес, это была ты. Я вообще, ну, был далек от всей этой истории. Потом мы построили первый, второй ресторан, оценили свои возможности, поняли, что строить модные рестораны или 25 ресторанов с разной концепцией невозможно, просто мы физически не сможем им управлять и гарантировать качество нашим гостям изо дня в день. Вы же единственная, кстати, компания, которая действительно монопродуктами занимается. Лучшие стейки, понятная рыба, да? А ты помнишь, можно вопрос вам? Конечно. А ты помнишь первый ресторан, который я построил? Мишель, конечно же. Сан Мишель. Сан Мишель, да, конечно. Если вспомнить те времена, то у Аркаши Новиков был ресторан «Кавказская пленница», «Белое солнце пустыни». Он не занимался так называемыми модными ресторанами. А Сан Мишель был первый модный ресторан. Да, очень модный был. И с тех пор ты, кстати, с модой завязал. Да, с модой завязал. Перестал модничать. Да, перестал модничать, потому что понял, что люди приходят не на гастрономию, а я хочу заниматься гастрономией. Слушай, если уж мы ретро, ретроспектива такую, у тебя был проект «Сан Интербрю». Был. Это интересная история, все конвертировалось в колбасу. Все это перешло в колбасу? Да. У тебя был лиготок, который ты тоже закрыл? Да. Я переделывал или в колбасов, или закрыл. Я стал заниматься только сетевыми ресторанами. И вот то, что у нас есть сегодня 4 бренда, а было в свое время 8 брендов, наша задача через 5 лет в стратегии остаться с двумя брендами. Даже так? А старые вот эти дополнительные просто закрыть или перепродать? Как-то оптимизировать, да? Мы думаем. Как один из инструментов, может быть, мы будем развивать по франчайзингу. Вот я хотела сказать франшизу, да? Да, будем продавать франшизу. Миша, а вот чтобы закончить, здесь вот эта микро-макроэкономика. Вот если говорить про микроэкономику, ну вот предположим, Гудман, да? Вот где он? Вот Гудман вот. Да. Он, видишь, одинокий сам. Одинокий. А сколько сейчас их у тебя в Москве? Ну, вообще всего. Про Лондон сейчас поговорим отдельно. Где-то 11, по-моему. Вот это правильно. Кто же хороший, кто считает. Я не помню цифры все. Ну вот на примере одного ресторана, как вот этот ботаблайн строится? Как доход строится? Себестоимость? Ну, как это, соответственно, арифметика? Ну, в фудкост у нас есть какие затраты? Ну, смотри, у тебя есть аренда, да? Аренда. Аренда. У тебя есть фонд, фонд оплаты труда, да? Да. Есть затраты. Это постоянные в любом случае. Так называемые фуд-энд-бэверэдж-кост на еду. Фуд-энд-бэверэдж, так. На еду и на напитки. Ну, это как бы переменные, да? Прочие расходы. Процентов 10, да? Да. Прочие 10 процентов. Это туда же. А маркетинг входит, видимо, в реклама, да? Или в маркетинг и реклама отдельно? Маркетинг и реклама отдельно. Это сколько у нас? Маркетинг и реклама – 4 процента. Ну, в зависимости от концепции, от времени сейчас мы после кризиса меньше, порядка 2 процента. Прочие 10. Фуд-энд-бэверэдж сколько, соответственно? В зависимости от концепции, ну, в нашем случае, не меньше 33-34 процента. А, соответственно, зарплата аренды? Зарплата аренды где-то порядка, ну, аренда 12-15 и порядка 20-ти. Это фонд фотооплат труда, да? Угу. А скажи мне, сколько примитивно сейчас за метр платите в аренде? Потому что помещение же должно быть хорошее, они же должны быть на проходном месте. В районе тысячи. За последние полтора года после кризиса мы не взяли ни одного помещения. Потому что мы считаем... Ну, все равно старые ставки были. Потому что мы считаем... Ну, все равно старые ставки вас фиксируют. Цены завышенные сегодня на рынке. Ожидания арендодателей и возможности арендаторов не совпадают. Вот так причем. Знаем по себе. Трудная история. Ну, к Лондону, всегда к Лондону. Ну, скажи мне, чтобы здесь уже просто точно понимали, и пойдем сразу к Лондону. Приблизительно сколько? Ну, в среднем платите? 600-700, 800? За метр, но не менее. Не менее? 600-800 у нас... 800? Да. Вытягиваете, да? Больше мы стараемся не платить. Хотя есть места, где мы платим до 1000 долларов за квадратный метод. Супер премиум. Типа Тверской, наверное, да? Ну, Тверской, потому что у нас контракт 10 лет назад мы заключали. И вот после всего этого, какая норма прибыли у вас предвидетельно? Ну, если мы возьмем фастфуд, то там EBITDA у нас где-то 10%, 10-12%. Если мы возьмем casual dining, то сейчас мы ставим себе задачу 17%. 17%. То есть на 17% вы ориентируетесь в Гудмане, Филимонове и Янкель, да? А более таких вот быстрых проектов в виде вот этого суп-н-гоу, да? И так далее. Где-то 10-12%. Ну, просто чтобы понятна была экономика, как это устроено. Это все все время секретничают, хотя чего, в общем-то, с этими цифрами особенно не сделаешь ничего, если... Есть рестораны, которые можно купить и за полгода. Если ты все угадал и сделал правильно, а не угадал, а просто сделал все правильно. Правильное место, правильное место, правильная концепция для этого места. И через год это все закроется, потому что модное место, оно имеет тенденцию утихать в Москве. Нет, это может быть и фастфуд очень быть прибыльным. Ведь когда мы говорим о том, что самое главное место и еще раз место, мы должны учитывать, что для каждой концепции правильное свое место. Например, Тверская очень хорошо, но для кэжул-дайнинга Тверская не нужна, а для фастфуда очень нужна. Но когда вот все совпадает, а такое редко бывает, когда у нас в жизни все на своих местах, то окупаемость может быть и беда может быть значительно выше, то есть до 30% за счет высокого оборота правильных костов. Но в среднем у тебя рестораны окупают за сколько? За три года? Мы говорим, да, где-то три года. Да, окупаемость? Три года. Ну идем же в Лондон скорее уже, пойдем в Лондон. Гудман в Лондоне. Лондон. Скажем, нет, какое чудрость чудесная. Потому что вот поговори с московскими предпринимателями, есть такая вроде тенденция, все вот на Запад пошли, смотрят, и Делос открывает в Нью-Йорке, и Гинза Проджик что-то открывает в Нью-Йорке, и все вроде как-то суетятся насчет Запада. Но вот я, например, будучи в бизнесе 15 лет, для меня, я понимаю их ментальность. Но вот сказать, что я так вот продуманно готова была бы пойти и попробовать, ну рискованно, рискованно. Вот расскажи, какие там хотя бы какие-то секреты, может быть, есть? Где брать смелость или что нужно знать? Потому что я слышала, что у вас какой-то ошламительный в Лондоне успех. Ну, в Лондоне более экзальтированные гости, они уж чего они только не видели, поэтому нужно быть честным, более маргинальным, брутальным. Маргинальным, брутальным, это значит, опять-таки, монопродукт, один стейк. По отношению к стейку еще более, да? И так стейк-хаус, это история о стейке. Ну что, в Лондоне нет стейк-хаусов, Миш, ну не понимаю, в чем магия? В магии? На Оксфорд-стрит, помню, с правой стороны точно был там, сто лет назад был там этот стейк-хаус, и все время у меня проходило, ну стейк, ну и что? Несмотря на то, что Англия, прородитель всех мясных пород известных, ангусов, Кирефордов и вообще старый свет дал дорогу мясной индустрии, новый свет в лице Америки, Северной Америки и Австралии обогнали. Произошло это за счет протекционизма государства, который закрыл границы. Если ты помнишь, еще буквально недавно французские фермеры бастуют, английские фермеры бастуют, всегда вопросы сельского хозяйства стояли очень острые, все пытались защитить свой рынок, но и в конечном итоге англичане настолько его защитили, что фактически индустрия не просто отстала, а стала абсолютно неконкурентососпособна по отношению к Америке. И это ресторанная индустрия? Или вообще все производства? Ну, я не могу судить по поводу всего сельского хозяйства, но что касается мясной индустрии, это... У тебя английское мясо там или аргентинское? У меня есть камера Dry Age, это американская технология, которую мы брали в Америке. Мы созреваем мясо, оно... Сами вызреваете? Мы сами вызреваем. Иллюзия о том, что мясо нужно есть свежее. Мясо сырое. Какое напарное мясо, да, это исключительно... Это коммунистические бредни... Хоть что-то свежее, потому что было, я думаю, что это из другой области. Миша, ну рассказывай так, я все равно не поняла. Это контролируемая порча. Контролируемая порча, прекрасно. Созревание стейка. Профессиональную деформацию знаю, контролируемую порчу. Профессиональную деформацию стейк. Миша, расскажи мне тайны. Не понимаю, как в Лондоне пойти открыть ресторан. Ну, не понимаю. Ну, как... Очень просто. Ну, тем более. Расскажи. Как в России. В России, если можно, то точно нельзя. А если нельзя, то все получится. То есть, значит, можно. В Англии намного проще. Если можно, значит, можно. Идешь, все, подаешь документы. Если тебе должны через 20 дней дать лицензию, значит, тебе дадут ровно через 20 дней. Ну, это технически. Понятно, что арендовать помещение, в общем, наверное, несложно. Если есть деньги, готов платить, ну, хоть ты там ничего не делай. Помещение, понимаю, как арендовать. Персонал английский у тебя там или русский? Ну, американцы. Американцы и англичане. Англичане и русские ребята тоже есть. Кто курирует вопрос, видимо. Курирует? Нет, которая отвечает и смотрит за все. Вот, вот, вот. Значит, все-таки смотреть-то надо. Хорошо, людей тоже привезли. И даже оборудование хорошее привезли. Вроде стейки хорошие сделали. А как, чтобы все это ожило-то? Ну, как, чтобы у лондонцев вот из всего своего репертуара ресторанов вдруг почему-то пошли новый какой-то Гудман? Расскажу стресс, который я испытал в день открытия ресторана. Я всегда читаю тренинги. Там у меня есть пару, ну, два дня перед открытием я занимаюсь тренингом, обучаю, рассказываю там о мясе. Ну, чтобы они начальство знали вообще, задвор правильный получили. Да, ну, мне кажется, я стараюсь во всяком случае быть интересным, рассказываю много интересных, полезных вещей. Как можно там больше чая заработать и как правильно все сделать. В нашем случае ребята, они тебя слушают, слушают, ну, разговорить и выйти на какой диалог получается только через несколько месяцев после того, как они работают. А так они улыбаются, смотрят, кивают головой, но никогда в жизни не зададут тебе вопрос, не скажут ничего честно, открыто тебе. А эти ребята по-другому устроены. То есть ты говоришь, я хочу ваше мнение, они прямо сразу... А Франц сразу тебе все рассказывают, да? Я говорю, ребят, ну, это же, смотрите, круто, у нас тут такие стейки очень вкусные, мы, смотрите, как их жарим, у нас специально печи, хосперы, спина и все. Я говорю, ну, вы уверены в успехе? Они говорят, нет. Я говорю, как не уверены? Я говорю, ну, вы знаете, англичане, они такие консервативные люди, ну, они вообще ничего, вот новые, тем более России. А мы для них, ну, я не хочу нас обидеть, но плюс-минус, я даже, ну, как вот гастарбайтеры-таджики для москвичей коренных, так и для лондонцев, мы люди из России, ну, еще из нескольких стран мира. Я говорю, да блин, ваш шансов нету, мы просто устроиться никуда не можем, вот мы пришли к вам там, ну, вообще... Вообще, имя в что не верим. Скоро будем искать работу. Я говорю, ребят, ну, смотрите, вы говорите, что англичане ничего нового не любят, ну, давайте вот выйдем с вами на улицу и посмотрим, англичане на каких машинах ездят. Я говорю, ну, да, я говорю, ну, смотрите, на Мерседесах, да, мало английских машин. Я говорю, а в чем они ходят, давайте посмотрим, Маден, что? Маден, Италия, Чайна. Люди хотят потреблять самое хорошее. Если мы будем делать хорошие вкусные стейки, это достаточно, чтобы мы здесь были успешны. А как вы донесли эту информацию до англичан? Это хорошая рекламная кампания, это правильное пиар-агентство, которое вы нанимали? Там работают фуд-критики. В отличие от нас, если твои коллеги, журналистки и братья себя дискредитировали в нашей стране по разным причинам. Ты же знаешь, мы социологи, исследователи, еще предприниматели, мы журналисты-то как. Вот ты мне задаешь вопрос про воровство, а как попасть на Первый канал? Что нужно сделать, чтобы попасть в эфир Первого канала? Здесь достаточно... Достаточно опозориться на всю страну. Здесь достаточно дружить с тобой, прийти к вам, увидеть ваш замечательный коллектив, который горит-горят глаза, с удовольствием делая свою работу. То же самое с фуд-критиками в Лондоне? Да, с фуд-критиками в Лондоне, им верят люди. Если он написал, там есть пять основных фуд-критиков, которые пишут в основной газете. Они сами приходят. Они везде ходят? Уже ресторанов открывается наверняка каждый день. Это их работа. Они единственное, что ходят в ресторанах. То есть вы ничего не делали, кроме того, что делали идеальные стейки? К вам пришли эти замечательные... С тем, что мы открылись в самом центре, это Медокс, ну, так и так далее. А, это локейшн плюс... Локейшн, люди хотят посмотреть, плюс, безусловно, мы сделали пресс-релиз. Ну, обычно пиар-работы провели. Мы же не совсем... Вот уж мы чувствуем, что точно не совсем. Мы сделали, написали, разослали. Они все пришли, все написали. Сказали, что мы их вернули к истокам. Спасибо большое, что им все нравится. Миш, последний вопрос. Много говорят о том, что вот у нас тяжело, с налогами это подняли. У нас сейчас вот со страха вообще безобразие. Как вообще-то зарплату официально платить? Ты, кстати, официально платишь зарплату? Ну, стараемся. Это правильно. Миша, скажи, вот как бороться со всем этим делом? Какой у тебя рецепт? Быть более социально активными людьми. И более гибкими, видимо? Гибкими? Ну, не на сто... Ну, не совсем уж. Миша, у нас будет наверняка будет следующий понедельник интересный гость. Есть ли какая-то проблема предпринимательская, на которую ты бьешься или размышляешь, она тебе не дает покоя, которую, может быть, мы могли бы в следующий раз обсудить с нашим гостем, ну, как некое такое, знаешь, письмо в бутылке от нашей сегодняшней встречи, на ту встречу, которая у нас будет в понедельник. Как готовиться к этапу перехода бизнеса от авторитарного управления или харизматичного лидера к коллегиальному, коллективному управлению? А ты свою историю обрисовал? Или это в общем вопрос? В общем, просто что-то интересует. Спасибо, Миша, огромное. У нас сегодня был Михаил Зельман. Оставайтесь на дожде, смотрите «Капиталистов» по понедельникам, 22.10. Я, Марина Малыхина, прощаюсь с вами. До встречи. КАПИТАЛИСТЫ НА ДОЖДЕ ДОЖДЬ Оптимистик ЧАНЕЛ Смотрите в базовом пакете НТВ БЛЮЗ, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru Продолжение следует...